Господь, они будут ждать тебя там! Я уверен, что большая хорда, в самом деле, идет к Денерин. Они, может быть, два дня отсюда от капитала. Как мы уверены, что это хорошая информация? Я надеялся очень близко, чтобы слушать, как говорится. Я довольно уверен. Тогда мы должны выступать немедленно. И почему мы решили, что они направляются сюда? И это означает, что Денерин падет. Денерин предупрежден? Сказано, что они нужны больше, чем уважения. Они нужны наши армии. Есть, я боюсь, еще одна часть новостей, которая является даже больше внимания. Архидемон появился. Драгон находится на голове Хорды. Сделай ее сохранить нас. И мы не сможем достичь Денерин в два дня. Мы должны начать первую маршу на капитале сразу, с тем, что мы имеем. Денерин должен быть защищен в любом количестве. Возможно ли вообще добраться до города вовремя? Может быть, не. Но, что важно, то, что мы знаем, где архидемы будут. Если мы не победим архидема, то не важно, если Денерин спасся или хорда уничтожена. И только Греи Вардены могут уничтожить архидема. Это почему мы должны идти. Тогда мы перейдем. И я надеюсь, что армия, коллективая здесь, дает вам возможность. Архидема, как долго, до того, чтобы армия уничтожить? В день, Своя Материна. И как же мы сумеем уничтожить этого архидемона? Мы могли бы выйти прямо сейчас без войска? Значит, отправляемся на войну за дело. Это очень смахивает на самоубийство. Сумеем ли мы остановить Мор? Это может быть нашу единственная возможность, чтобы уничтожить архидема. Мы могли бы остановить огонь. Я даю орехи в одну минуту, и я вам покажу вам, когда мы готовы марш. Хорошо. Тогда, если вы и Логейн могли встретить меня, пока вы уничтожите, мы имеем Грея Вардена. Я вам покажу вам кого-то в ваших комнатах. Я рекомендую, что вы все остались, когда вы можете. Мы нужны. Ну что? Надо со всеми поболтать, естественно. Вот ты, телохранитель. Что здесь? Здесь, судя по всему, много стражников. Ты думаешь о предстоящей битве? Конечно же мы победим. Как обстоят дела в замке. И мы их спасем. Об этом не тревожься. Много стражников. Охренеть. Я вообще не думал то, что если телохранителем смогу вот так вот побазарить. Так, лорд Тиган. Эру Кеймон. Ты слыхал что-нибудь об Алистере. Не найдутся еще какие-нибудь союзники. Мне надо зайти к себе в комнату. Алистер. Он был в Кеймон. И вероятно. Он уйдет и я не знаю где. Я попробую его опять. Может это для лучших. Есть те, кто пытается использовать его, как Элора предупреждал. Я не могу срочно. Мы отправили мессенджеры к Орле. С какой-то счастья, Эмператор. Я думаю, что это вполне возможно, что она написала, что Ферелден в создание. Может, Орле и Греймон. Так, где тут комната моя? Гном-командир. О, это я вас сюда пригнал, да? Гномов-командир. И, какие слова мы из Орзамар? Как Хаус Клорет отправили своих мужчин, или они? Эх, сталли. Это так хорошо, как он. Хаус Клоретта с Хаус Ферел Молд уже взлетел, когда их сын умер в этой Дип-Роудовской бизнесе. Так, естественно, они упомянули за нужды... Ха. Хорошо, когда начать с этим нонсенсом. Я полночу... Добрый вечер к тебе, Греймон. Ты еще не понимаешь, что ты еще раз и раз. Но у меня войска проблемы? Нет, ничего не может быть с ним. Я боюсь. Только одна из домов, которая более длиннее, чем стены, которая их сделала. Когда все это благословение сделано, там будет... Наверное, я надеюсь, что все все умерли. Таким образом, они будут умерли. Таким образом, они будут умерли. Я думаю. Это точно так же, как мы их делали. Это наша добра, что ты решила, когда ты сделал, Греймон. Когда ты сделал, Греймон. Потому что все, что у нас нужны, нам нужны. Я надеюсь, мы не нужны. Мы не едем покоя грядущие. Разве вам всем не положено отдыхать? Мы найдем способ победить, иначе нельзя. я надеюсь, я надеюсь, что вы правы. Я надеюсь, что вы правы. Я надеюсь, что вы правы. А что, эльфийские будут? Ребятки. О, со всеми поговорить. Ну, прям сейчас со всеми поговорю. О, последний раз я глажу песика. Видишь, что-нибудь интерес... О, принеси мне что-нибудь интересное. Он что-то мне принес. здесь. Возможно, даже это что-то интересное. Окей, принес для себя же подарок. Приласкать. Последний раз приласкать буду. Эй, ты! Окей, у них даже новых диалогов по этому поводу нету. Прямо вообще, да? Лилиана, последняя ночь перед славной битвой. Ты тоже там была? Прикинь. Кстати, этот диалог мы уже вели. Контрастер сражался за всех и принадлежит всем нам. Это очень странный диалог, рандомный. Окей. Ты? У меня последний раз в Денериме можно как в мире всех воодушевить. Ну, ладно. Давайте воодушевлять. Так. А зачем я сюда пришел? Вин, тебя надо воодушевить? Ну, ладно. Значит, в Денериме. Правда, тяжело будет воодушевлять всех, когда у тебя главный герой не озвучен. То есть, в масс-эффекте Шепард там речь произносит. Сегодня мы попадем в ад или что там они говорили? Ни хрену знает. Мы встретим закат в аду и все такое. Логейн, у тебя наверняка есть что-то. Выслушаем Риордан. Ну, конечно. О, Морриган. А чё это у тебя отдельная комната? Что делать мне теперь? Спросить кое-что? Да, не, ничего нового сказать не можешь. Ни хрена себе, Морриган целую комнату выделили. Или она сама пришла, как захотела. В принципе, почему бы и нет. Я уже года два как Серый Страж. Я уже года два как Серый Страж. Полагаю, это как-то связано со скверной внутри нас. Из нашего боевого мастерства и способностей их чуять? Скверно внутри нас. Это точно то, что это связано. Морриган может быть сломан, как любой другой Страж. Но, если бы ни одного, чем Грэй Вардан, сделать сломан, это не будет достаточно. Эссенция из Беста проходит через Тейн до ближайшей Страж, и будет снова в этом теле. Таким образом, дракон, все только мертвы. Но, если Морриган сломан с Грэй Вардан, его эссенция проходит в Грэй Вардан. И что ж, тогда станет Серым Стражем. Но все просто, берем тебя в отряд, и ты идешь, убиваешь. Значит, убить эту тварь должны мы трое. Неужели другого пути нет? Серый Страж обязательно должен умереть. Почему это такая тайна? Почему об этом никто не знает? Я не собираюсь жертвовать свою землю, тогда я нанесу последний удар. Значит, убить должны мы трое. Ну, да. и чё он логейн интересно это не сказал почему я чё ты логейн он не сказал что он должен а чё я спать должен с моригом что неужели у тебя нет своей спальни тайна пробраться сюда не лучшая выдумка решила с конце концов предать меня да что случилось неужели без этой недели собственно чем и как же ты это узнал в каком случае чего ж ты раньше молчал и я осень намерен жертвовать собой почему еще под покровом ночи ох не верю я в это ничего не дается даром я тебе не верю ритуалы твои меня не занимают выход говоришь ну-ка расскажи чё за ритуал все же где ты раскопал этот ритуал я не воспользуюсь магией крови только чтобы спасти свою жизнь я боролась на твоей стороне и рискала смертью для тебя и больше даже если ты не верю мне не верю знаю что я желаю тебе никаких проблем не сегодня и не сегодня все что я спрашиваю это что ты слушаешь на то, что мне нужно предложить ничего больше ничего больше ну-ка что за план что я предложу это что я предложу это лежи с мной здесь сегодня и из нашей совместности у нас будет родиться у нас будет родиться у нас будет родиться Значит, из младенца вырастет порождение тьмы. Хм, но это... Её же надо брать с собой в группу для того, чтобы она была в этом. Ну, архидемона могла грохнуть тоже. И расскажи подробнее об этом ребёнке. Правда, вреда не будет? Станет носителем зла или кем ещё? Сделай из этого, что ты будешь. Сейчас что-то намерен сделать с этим ребёнком. Мне необходимо знать, что ты планируешь. Так, ну ребёнок будет мой. Увидеть-то я его смогу. Так что, обязательно её с собой брать? Или всё-таки она может быть где-нибудь там в лагере подальше или типа того? Просто если оставить логейна в живых, то я хотел бы посмотреть, что и он будет из себя представлять в этом, во второй части. То, что в инквизишне-то его не будет, это и так факт, потому что, блин, это же инквизишн, там максимум на этой наставке командования будет инфа, типа, вот, логейн высылает свои войска или типа того. И сам он вряд ли появится. Так что, чё? Нет. Все спят уже, никто не хочет мне отвечать. Никто не знает. Ну я, блин, даже не знаю. Нет. Что нет? Что нет-то? В инквизиции он будет в тени с Хоуком. А, и погибнет там. Прикольно. Но я инквизицию не собираюсь, на самом деле, проходить ещё раз. В ближайшие пару лет, во всяком случае. Так что... Так что, так что, так что... Так что... Не думаешь же ты, что я на это соглашусь. Потому что Лелияна? Ты действительно вернешься, что она выгоняется с тобой, или любого другого греха до смерти, когда это может быть избавлено? Возвращайся к возможности, что Риордан не может быть там, чтобы сделать последний удар, как он планирует. Что, так что? Ты уйдешь? Ты позволишь Логену взять удары, а также? Возвращайся к нему, чтобы умирать герою, и выгонять тебя? И что, если он не сделает это в архдемоне? Ты действительно выбирай смерть, вместо того, чтобы лежать с мной за одну ночь? Ты бы выгоняешь себе сегодняшнего дня и все их победы? С чего ты взяла, что из этого будет толк? Я вот думаю, отыгрывать дальше такого добропорядочного, суперклёвого персонажа, или побольше всё-таки персонажей в следующей части перенести. Типа Мориган с ребёнком, Логейн живой, или всё-таки забить. Ладно, фиг с ним. Мы типа хорошие друзья, и всё такое у неё. Там плюс сто, суперкрутое отношение ко мне. А если бы с ней был роман, то ещё и переспать можно было бы с ней, получается, дважды за игру. А не как с остальными. Только к чему вот эти вот, если у них цель просто оплодотворить её, к чему вот это вот всё? Прелюдия и всё такое. Мы могли бы даже её одежду не снимать. Так, чисто. Чисто теоретически. Чё, воин? Бравый воин, дайте ему шлем и ржавый меч. Пусть идёт. Хотя, скорее-то, он ботяню провожает. Вот ей тоже шлем и бравый меч дайте. Бравый меч. Бравый меч. у меня хотя бы тысяч пять очков готовности то есть зеленую концовку выбрать смогу но она тоже прям участвует в битве интересно наш королева типа но она ж не воин прям шепард нет все-таки мерзкий у него голос да прям мега мерзкий чё все а как же моя речь он еще и пленных взяли такая анимация там просто у одного бегущего была такая смешная анимация чё типа они увидели архидемона и воодушевились да по моему это наоборот работает обычно когда видят против себя огромного дракона скверны то это наоборот суц и убегают все дела и почему спрашивается мне мне даже отряд выбрать не дали то есть тут все сейчас будут и все будут по-своему воевать как хотят да а почему где эти остальные солдаты там все такое ариордан чай его friendly фаером то загашу он еще думал в сказку попал ворчание горлока так ну ясно это дрыщи какие-то они вдохнут с одной авто атаки и даже с пылы могу не это не вязать ой а это уже смотрите вожак вожак типа мощный ну-ка вожак посмотрим насколько ты мощный устойчивость к раскалыванию лоузи в рану оторвали пол лица уже понятно это такое тут сделан короче почему почему они называются ворчание необычный ген локта тип того ворчание какое-то 1 хоть логейн танчит я так полагаю мне сюда невозможно использовать предмет то есть сначала надо всех перебить чё тут при написали бы хочу делать то просто перебить все порождение тьмы может мне еще вот сюда надо куда идти нет хотя моя party лучше меня судя по всему знает куда идти так что так что пошли за ними вот там в натуре там кто-то с кем-то сражается они неуязвимы короче пока до своих точек не дойдут прикольно а мне ждать теперь да пока не дойдут до своих точек пол я своих больше похоцал чем убил но они просто неуязвимы кажись скрипт есть что есть скрипт ну да да стойда как Outside в оригинале это ворчание даже не представить очередной косяк локализации смысле а чем в оригинале в оригинале наверно просто ген лок и все такое это кто риордан пошли риордан поболтая у меня ли вела показывается и я не знал так единичка ну да в массовый паралич я не выйду как я и думал в принципе давайте огромный урон раз написано что огромный прям урон наносится как же я могу спорить то прям огромный урон все правильно было украшенства файл выходит в кейтинге вы думаете что украшение что украшение ну и нынг украшенцы раут номер три-то-вот что мы будем делать сейчас риордан у вас есть планы я думаю армия не пройдет долго поэтому мы должны быстро украшаться на архдемона я предпочитаю кей логейн и не более чем два остальных сетей кто-то не приводит к тебе может оставаться здесь чтобы избежать больше дарксбордов от входа в Дене Рима-на-а-телес как же мы будем сражаться с летающим драконом а ты со мной не пойдешь почему нас будет так немного ты знаешь где эти полководцы ну давайте стандартную party win в принципе можно вместо лилианы кого взять если они конечно ловушек не понатыкают там ловушки только лилиана может с другой стороны а кого мне вместо нее то брать этот танк типа это танк можно вместо лилианы взять шейлу и тогда я не смогу открывать всякие штуки но блин это финальная миссия кому нафиг нужны всякие штуки открывающиеся а вот с ловушками проблема конечно выйдет некоторые хотя логин умеет ловушки открывать нет хрен его знает или стандартную party с лилианы взять стэн подойдет огрен прежде всего солдат в бой кто нибудь из моих спутников лолача выбор только стены огрен я мог бы на налоге и на какого-нибудь оставить по натыкают ловушек значит да ну значит лилиану стэн огрен а кто у меня еще остается шейла окей морриган окей зевран окей ну да походу только стены огрантов состоянии действительно командовать ну пусть стэн будет вероятно вероятно хорошо это должно быть достаточно ничего что ты сделал не предпределил тебя за то что ты сейчас об этом о чем ты о чем ты о чем ты Так вот, все, что мы прошли, приводит к этому. Что-то, что сейчас случилось, к одному из нас, знайте, что я доволен, инфинитно доволен, чтобы тебя называли другим другом. Продолжение следует... и сделайте смысл улыбку на нас. Если я понимаю, в кружок бы они встали, говорили по очереди. Все такое, ну блин... Ну, по... ко мне? Ну, по... ко мне? Part of me is glad that it has decided to leave me here at the gate. But the other part is apprehensive. It's not that I'm worried about it perishing necessarily. Let's face it, I'll be alive long after it has turned to dust anyhow. Still, things have been so much more interesting since it activated me. Shame to end that really. I'll be back. Так, ну... Цена для меня или I'll be back? Don't worry, I'll be back. Of course it will. Well then... I suppose this is it. Have fun storming the castle. Уверенность в себе, это ведь тоже залог успеха. Хе-хе, собака. Не волны. Лол, я мог бы взять с собой собаку. Вот это был бы топ, вообще. Веди себя хорошо, слышишь? Веди себя хорошо, слышишь? Веди себя хорошо. Веди себя не так, чтобы не пропустить. Он не пишет больше. Это довольно дистрирует. И... Ведите себя на задницу. Не съедите себя. А если ты думаешь, что это очень важно, конечно. После того, что я не буду с тобой. в твоем положении то есть ее надо было брать с собой и типа а я с собой типа не беру в твоем положении то есть не сработает ее план я просто осеменил тёлку спасибо тебе за все я найду тебя мориган клянусь это звучит устрашающе только постарайся чтобы не пришлось на тебя охотиться спасибо за все это не очень клёвый поступок конечно вот же шли она обрадуется когда узнает что произошло просто не подведи меня можешь нить если не хочется возможно да смотрим конечно не это вышло минувшие ночи если ты этого действительно хочешь что если я тебя не отпущу получила то ради чего все затеяла да понимаю мне только хотелось поблагодарить тебя за все хотя нет видать она не так сильно зла то что я ее это обрюхатил обрюхатил чем больше никто да серьезно да да короляской сердце фирал дэна очень интересная экскурсия так ну ладно я думаю то что здесь типа я иду сейчас под солдат да 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 сейчас подождите старушку прокачаю совсем чуть-чуть да опытный травм не пусть ловушки видят мало ли так чё у нас тут у нее еще есть такого клёвого массового пролища взял эту взял плена по сути то ничего у нее и не осталось возьмем щит мало ли может пригодится или она пассивный мастер стрельбы но она любит быть пассивной судя по всему так сохранимся еще раз сохранимся мало ли шо что куда мне эльфинаш тим римский рынок и пошли в эльфинаш он эльфинаш маленький по размерам я думаю мы там быстро зачистим порождение тьмы если в здании конечно не придется все заходить вообще довольно странно мне надо типа так чё по пауэром включена все включено ты включи ты включи надо кричи громче дерево ориентир а где эти эльф шани чё скажешь я справлюсь сам бегите спасайтесь вас типа трое как пинки пай любит кричать чё где порождение тьмы ой о гер ну чё о герс сколько понадобится для тебя этого так а чё давайте заранее им поднос рём типа мало ли чаще чаще поднос ру я смогу сделать вот так вот я меня короче перекинуть твою мать генерал генерал звучит серьезно на самом деле и кажись не сработало до прерывания и сработал мне не сработало так ну-ка генерал посмотрим какой для ну и дерьмо я накастовал короче о зачем нужна эта верхушка я не понимаю если если нельзя кастовать с нее ничего вот зачем вот сюда вот наверх мне позвать хотя вот сейчас что-то работает хрен его знает бля бред просто разрабы придумали такую хрень вот с этой вот фигню я уж думал сейчас типа займу удачную позицию все такое в итоге только сам себя продамажил удачная бля позиция так чё кому здесь кому всадить тебе засаживаете тебе засажу удачная позиция вожак иди в паралюч так эта штука давай вот так так я вот не вижу свою полоску с кастбаром к сожалению сейчас те где где вот немного контроля не повредит да 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 немного резца не повредит бля волк он скастовал массовый паралич охуеть так чё у меня есть против этого массовое рассеивание не сработало напомните мне для чего оно нужно тогда раз уж она не работает блять а бред меня отпиздили просто лол а чё это они все умерли внезапно да ёб твою мать что же за цепляется это за эти я вообще не понимаю смысл вот от этой вот фигни которая цепляется за это все так пиздить его ты отойди сюда ты зелье волк 85 я же их понадел миллиард просто что-то странно так может получится его закинуть в этот так чё у меня поэты где блин спилов много в кд а у нее массовый паралич в кд а это не в кд окей в принципе не страшно он один остался попробуем тюрьму на него кинуть не сработало да не сработало определенно не сработало тогда попробуем сбить к с таким способом и вот не сбить каст уже не получится ему никаким способом разве что нет не получилось тогда run for you life еще это за замедление run for you life бля он параличный кинул на логейна а сейчас я с тобой блин разберусь говно ты эдакий мастер пить и лить хилить хилить вот мы уже фуловые отойти большой медведь тоже отходит потихоньку лол медведи за контролем вожак не пизде медведя генерал лола генерал что рановато вышел из этой фигни ну-ка вернись в нее тут же нет как вове димини шинга я еще йогур жестикс жестикс огур огур привет как дела о но для сработает кажись работала хорошо так мне бы ауры на самом деле включить а то я забыл совсем про них по сработал а где куча трупов с которых я должен высосать ману какой еще глушон пошел замедленная реакция на хорошо полутаем парней может с них эти хотя бы по выпадывают хилки которых я потратил уже миллион примерно не ну конечно зелья маны тратятся просто люто люто сильно зелень и рюма порочный посох может это его до порочный посох хочешь 5 и 2 5 и 2 сила воли минус 1 магическая сила восстановление маны в бою урон дух урон от электричества ее телосложение дания у нее получше судя по всему хотя 5 к магической силе я не знаю что это значит на самом деле но звучит не очень круто давайте ка перезапустим это чуть лаги начали жесткие чем больше сражаешься видать тем тем раньше начинаются лаги жесткие ну блин это было жестко должен не заметить ой-ой-ой а это что такое кстати редклиф гномы эльфы маги а вот это чё у меня здесь упущены какой-то этот что ли но мы эльфы маги и чем не надо через рынок и тильча а он за мной типа так в торговый квартал пошли ну сломал он мост подумаешь ой-ой-ой два укра попробуем законтролить обоих так ну на этого сработало на этого не сработало бля там эмиссар ты в делай хорошо так ну-ка давай-ка на них вот ни хрена не вижу вот вот так вот ой эмиссар ты какой-то тухлый на самом деле так ты не мог бы отсосать бля на него не сработало гляну и прям нашествие у граф какое-то слушайте там не знаю даже чё сказать молодень вроде пока терпит так уж они страшны да отлично я парализовал того который уже мертв практически был так не кушать меня тут логейна еще задумал огор хотя нет зачем лучше парализуем его да и все но и логейн в порядке и огор мертв агер в таверне продают всякую штуковину так не думаю что в бочке что-то прям полезно бы то еще парни пошли пошли огер а это генерал генерал при этом не маг так что так вот сейчас я думаю я бы даже сделал вот так лол а это что такое у меня чем-то откинул она же в спину никто не бьет да так чем бы на него так на него наверняка не действует это но они действует смотрите так давай хотя рано для массового давай обычный паралич вот по по нему что ты ты меня хочешь да я так понимаю я вот там ни капли не сомневался на самом деле бля и он еще откидывается так время для массового однако однако время для массового паралича так ну-ка отойдите от него причем еще думает о себе хорошо хорошо маны нет плохо не трогать женщин я бы уже еще иные детей потому что я сильней порча будет чё агрену надеть хотя нет наверное не будет так ты шо глупый что ли где в кд ну и так с тобой справимся вот так вот и раскалывание чтобы ваншотнула его что-то не работает странно кстати что игры идут нападают и это не юзают камень они же обычно камнями кидаются в первую это если цель далеко находится но вот почему-то эти какие-то нерешительные так вин а можно твой твою ауру включить она по какой-то причине отключена и у меня дебаф и короче не спадают это вообще неприятно привет лерой гипсты ты поздно сегодня но в принципе на самое интересное подоспел так сказать армия у меня пока нет нет а я их призывать что ли могу или чё здесь я не совсем понимаю этого чтобы типа сражаться продам зайти в здание нельзя булыжники всякие мне туда да на карту города точно и никого тут не кину случайно может спасти можно кого-нибудь или тип того я нашел одну ну очень офиген типа фира прям прям офигений фира я не верю ну давай рассказывай лерой называется рокет линьки оптимать до рокет ли ты серьезно ну очень офигенная игра да я надеялся ты мне чего-нибудь действительно стоящее подскажешь увы видать не судьба так ничего карта город да я знаю что это все знают что это эту рокет лигу уже обсосали просто в засос все как все кто можно только дред играл на стриме в нее nexus играл на стриме соло играл на стриме кто только не играл в эту рокет лигу на стриме все играли поэт мои офицер чем этот 10 с вами так а вот отсюда на огур вожак огур вожак о нет я не хочу я буду управлять псом сука я и не думал что такая будет подстава ну-ка призвать сюда эльфов пупу 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 давайте призвать эльфов или я типа управлять ими так могу я я собака играю все меня вообще не волнует все это я не не подписывался на такую фигню чтобы это чтобы не своим персонажем что-то управлять тем более пати какая-то без магов вообще там на скамейке запасных морриган сидит и кто-то еще из магов или нет а нет больше никто не сидит ну ладно они ходят трещи никчемные ну блин их даже похилить было морриган она хоть масса оставала блин я вообще не подписывался на бросок на сука на по бросок бросок тащит это чё такое кромсание ща 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 в кромсание кромса его песик ну а тебе сука я не парк кромсал правда эмиссар эмиссар кромсание на эмиссаром на тебе мразь на тебе пидор все эмиссара пиздим ты эмиссару ну-ка вот это вот секирой по голове эмиссару на нах не знаю что это за удар правда шейла давай за шейлу поиграем так уж и быть full хп ты вот этому ладно справиться небось есть а у шейл совершенство камня кора крошащие удары давай вам крошащие удары подпиздили и солдат сейчас погибнет солдат на шейла просто мясо вот тут этого бей на те тебя вниз ничего солдаты помню потихоньку дохнут есть у ешки какие-нибудь у них я не знаю парни которых ты называешь короче засел на сколько примерно остался играть в дал не знаю ну вот вот в эту типа часть часа два от силы а в дополнение вы киннинг вообще без понятия еще часов 30 где-то я не буду играть в rocket лигу волом здесь была морриган но я не мог ей управлять но это мега тупо кстати так то конец на данный момент да блин то ли дали в управление собаку но не дали морриган что так это наш дружок серый страж его щас дракон просто за жопу схватит наверное все он лол он серьезно он прыгнет на дракон это довольно забавно выглядит дракон который чувствует где находится серые стражи типа намеренно пролетел мимо него еще и ниже него так что серый страж смог на него типа прыгнуть ну и да физика полетов у него конечно литая ну окей мы его уронили но и этот серый страж тоже упал я так понимаю на башню он упал значит надо забраться в башню чем она мне не нравится rocket лига но тем что это блин я не знаю концепция мне не нравится я в такие игры на флэш и наигрался еще лет 10 назад играем за как за какие-то машинки которые должны загнать мяч ворота окей они довольно слабенький серьезно запугивание логейн ты решил то что время для того чтобы юзать это спелл кстати я опять не это волк вместо пронзительного крика она решена сказала просто айл дюймит вот о чем я и говорил вот так вот обычные делают игры ворчание горлока волк так давайте-ка пока огра выведем немного из строя то он немного опасен вот а со всеми остальными разберемся например бля даже не знаю как с ними разбираться то так ну ладно это дрищи хотя там есть вожак так не огар огар тихо ты рано проснулся я понимаю но нет все таки сначала мы разберемся со всеми остальными так с вожаком разобрались эмиссара вроде нету так ну ладно теперь можно и согром в принципе поиграть сработает он сработал хорошо вожак давайте я парализую вожак вам маслица подалью блин маслица только одному в итоге подлилось окей они лохи короче все кроме особо плотных вот этих вот желтеньких вожаков и тому подобное все остальные дрищеватые довольно таки еб твою мать ну давайте волны миссар так ну чё спускаемся спускаемся нету не стесняемся так ну-ка все вниз пройдут через мои о крикуны давно не виделись чужие зря тут что ли гаситель мора интересная белка вернее ачивка интересно за что ее дают блин если я так отрублюсь то главное вы с архидемона не забывай баллисты юзать юб твою мать но это я обязательно вы с архидемоном ездить баллисты для так ладно вова как они все умерли там конус на самом деле настолько больше чем этот чем на анимации для шейлы а вот она хорошо булыжник булыжник так грех не открыть на самом деле а в бы с архидемоном я смогу призывать вот этих вот существ всяких редклиф гномы эльфы маги и мне до сих пор интересно собственно что это за что это за пятая колонка которая у меня почему-то недоступна окей аллогей на чего упал у меня такой вопрос так еще один эмиссар параличом его и вот этой штукой посмотрим написано что мор типа не мора эта хрень наносит большой урон посмотрим насколько он на самом деле большой волк не раскололся муляем из арта жив так как же она далеко что что запас файнинг куда она бежит женщина что с тобой не так мишку за этого женщина ренчат не так не может найти свое место в этом мире меч достает то это блин логейн доставал постоянно меч то она давай обезвреживая лишней экспании не будет хотя я уже никому лэва лапнуть не смогу так сюда мне надо до форт драк кон а где это башня огромная высокая на которую мне надо залезть вон она блин напоминает обливи он на самом деле типа там тоже по башнями надо лазить всяким в самом таки обливионе внутри смысле в этих ворот пленник дракона а вот пленник дракона наверняка мощный и устойчивый к парализованию а вот к этому неустойчивый а эмиссар так тихо отстань миссар это не круто что почему не сработал не понял вот читает с восьмого раза только доперла до него что надо это сделать ты хиль хиль лучше ёптую мать хилься сам а его нельзя хилить тогда тогда пей зелье чтобы резнуть его блять ну какое оглушение лилиану жрет сука вот два эмиссара в одной точке давай-ка ты скастуешь вот эту вот штуку буду очень благодарен они все те помогут вам должен быть эти бумаги оборотни если помирил с эльфами гномы рыцари рэдклиффа ну и оборотни типа я это как сказать помирил я их вылечил это считается примирением 6 пиздец я умираю в любом случае бля пиздец а чё так много это врагов там никто не расскажет ебанулся логейн 1 этого блять танчит вонючий логейн блять оба эмиссара шивы по итогу отхилились пиздец массовых параличей на них накидала или толку и логейн сдох ну вот здесь вот собственно и заканчивается мой это мое путешествие сколько герой не прокачивая все равно будут возникать трудности меня больше бесит на самом деле сейчас трудности нет это что мне игра лагает как сука просто постоянно я только релок только на персонажа переключаться успеваю блять это падение фпс просто жесть не оптимизированная хрень ну я даже не знаю они вроде как фиксили это дерьмо но у меня то ли патчи криво встали то ли еще чё это жесть это неудобно ну я не знаю на самом деле блять чё делать то в этой ситуации эмиссаров надо просто прийти да быстро вырубить и все они все гонево короче создают сейчас просто на них навалимся и все в первую очередь сразу же пошли пиздить эмиссаров короче ты вот его так дракон не страшен я вот этого эмиссара в склеп не сработало нихуя а я не знаю сработало или нет да блять почему то не работает а у блять он за него сработало все когда ты в склеп эмиссара вот сработало и все пиздим его логейн тут пытайся танчик по очереди эту хуй не убивать сколько у меня еще эту темнице дебафе дракон капуста ссать эмиссар фаерболом в лицо никакого сила ты пидор что ли совсем охренел силиться он блять стумал вот первая миссара вынесли группу похилили блять второй дракон прилетел 2 8 миссара еще выносить так то блять сука я тут не могу пройти короче из-за какого-то куска непроходимой хуйни я вот ебаный рот да что вот это такое то что я не могу пройти через вот эти трупики пиздец блять я думал то что там нормальная ебаный дебилы блять которые делали эти трупики через которых нельзя пройти охуенно они помогают сука эти два эмиссара которые стоят то что к ним на них нельзя одновременно кастовать вечно говно какое-то блять придумают которая всем жизнь портит ёбаный герой персонаж алло ёб твою мать пил блять в рону паралича нахуй ты будешь применять на него нет на него сейчас ни одна ни одна а нет я не знаю сработала ли на него хоть одна тюрьма потому что нет на него ни одна тюрьма не сработала уйди нахуй отсюда опять блять кучу рун получишь как мудак я блять не знаю чё нахуй еще сделать бля ну вот это жесть то что они кидают на него руну короче который он не может с которой на него по нему хил просто тупо не проходит блять какой же ты сука тупой ёбаный логейн ты тупой ты как рак в доте блять ты мидер путь нахуй вот ты кто логейн ебанат кого блять он пытается бить сука он блять не уязвим вообще никаким атакам он пытается блять бить ты что за мудак блять этот отхилился у него теперь устойчивость ёб твою мать логейн ну ты долбоёб реально алистер наверное по умнее это тебя был хотя нет такой же тупой это блять у танков наверное наследственная хуй его знает он прям тупо выживает на одном хп пиздец ебучий логейн ебучие то здесь пэль с него ёб твою мать пиздец этого закинь в это говно где 2 эмиссар сука он там стоит и на кастовый ты к нему пройти только вот через эту вот маленькую щелочку можно твою мать хоть долбоёб это придумал сальтовой в камень его разбей его разбей ёб твою мать нихера он не разбил здесь драконов уже два есть еще вожак есть эмиссар ёб твою мать хотя бы этого с автоатаки то убейте а он просто иммунен парень просто иммунен к атакам ну так нормально бывает такое случается в жизни то что парень иммунен к атакам ну и чё кстати этот парень тоже иммунен к атакам кстати логейн блять мертв кстати как и все остальные я хуй его знает что делать просто хуй знает я не понимаю вот эти вот ёбаный эмиссар он просто стоит и кастует может блять зажаться далеко в угол я хуй его знает тут пиздец логейн тупорылый блять обмудок нахуй лучше бы агрена взял с собой он это лучше бы наверно потанковал пиздец как можно настолько искусственный интеллект из блять не продумать то что когда ты кидаешь неуязвимость полную неуязвимость на врага он подходит ему в метчиком и ничего не происходит ему похуй ничего не делает пиздец как тут можно зажаться в угол блять чтобы они все сбежались просто ко мне куда ты побежал еблан стой блять на месте долбоёб все блять в угол зажмитесь сам блять справлюсь совсем нет слишком далеко сейчас сейчас тактика ты тактика как вам нравится тактика а самое главное есть бой сейчас вышел люди потому что я могу сохранить ребят ну боя-то нету правильно какой еще бой не знаю ни про какой бой сука вот же дебилы эту баррикаду сломать нахуй вмешается и эту тоже оставать мешают по чуть-чуть потихонечку сейчас на какой раньше я могу достану я до туда откуда так дракон пришел ничего страшного дракон и сюда дракон у тебя парализуем избытие дадим тут толпой сейчас попробуем накастовать собственно ну вот и минус дракон на которого я половину контроля тратил ничего страшно ты тактика блять второй дракон какого-то хуя прилетел так рано ладно давай сюда чё ты парализу его чё ты думаешь что что ты меня хоть как-то вообще удивил что ли огненным дыханием своим да похуй у меня на твое огненное дыхание а что это такое а мишку она вам не вызвала ну а пиздите дракона у него на 1 на 1 это туда вот и двух драконов уже нету как мило неправда ли кстати я от такого рейнджа достаю по эмиссару сейчас ощущая миссар ебать эмиссару похуй вообще он просто и пашет меня окей вин давай посмотрим кто сильнее ты или миссар смотрите вина казалось сильнее ну вот и все отпиздили миссара 1 это же было так сложно тактика хулик еще есть еще желающий дракон и мужики чё ты в меня там стреляешь пидор а ну иди сюда нахуй идите вы чё думаете выжить что ли похоже на то ребятки хотят жить а соси свинья крикливая у их чуть трое то их трое сейчас подождите так тебе бы отойти женщина сейчас немного согрим парней на себя и сюда идем сюда идем да не стесняемся не стесняемся охуенно пас файдинг просто на уровне высоцкого блять о эмиссар а ты чё эмиссар забыл тут эмиссар братюнь а ты чё меня не хили женщины фильме ебать у тебя рейндж слушай ты молодец конечно я слышь пидора если я в тебя стрелять начну на сука с посоха тебе тебе слева или с правой на говноед я маг нахуй счастья с посоха то и чё и где теперь твой хилища эмиссар вожак блин нашелся мне тут вот же ж мразь а ты хули и тебе с посоха накидаю чё это ты сюда подойти решил вот сосать бля изи батала ща легчайшие в жизни пошли-пошли глупцы фу лишь блять его еще и убила сверху метеоритом каким-то просто легчайший батл зачем такие легкие драки делать вообще не знаю пошли защитник солдат это типа то что у меня выжило много солдат да я так понимаю вот что-то тут не очень много выжило я так смотрю а это порождение тьмы что это за зал такой и вы что что демоны почему тем он и помогают большой призрак прям большой большой у меня в кд вин давай ты не сработало а не сработало я даже не знаю что с вами как бы делать ой и маг творец ёп твою мать маг творец давай ты пойдешь нахер маг творец мы тут как не без тебя кожевую бомбу можно накинуть лилиана ты не подскажешь зачем ты в мире подходишь чтобы мага творца неуязвимого бить наверно вот ты молодец какая лилиана прям в любовь всей жизни все дела так можно ему садить чтобы он взорвался тяжелая рука отлично чем вы и нет бля почему вин пиздят мне она еще нужна вин 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 мне ты еще нужно чтобы мага творца сковать не 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 пиздить вин сука логейн пидор вин пиздят маг творец тут кастует вин пей зелье хорошо зачем же я тебя спасал то логейн куда живи не можешь защитить старушка как может просто живет так ну чё так ну давайте так значит чтобы с тобой сделать парализовать хорошо парализ паралич удался а 10 минут назад не знал как пройти да это я притворялся изи момент самый легкий который в игре встречал два эмиссара до одного из которых чисто физически невозможно дотянуться изи батл просто смотри ты как я мага творца вынес просто словно его и не было ну старушку отпиздили ногами на кого волнует фон зато все трупы поглотил а чё это на тебе за руна такая что-то делать отводящая порча это не только называют это порча и на самом деле это баф трап райт и райтах у ютю мать ничего страшного блять где-то где-то ты миссар вонючий вин давай скасту очень страшное такое типа маски ла и миссару из выгоди вот так блять кто их всех раскидал издеваешься что ли надо мной еб твою мать еще один и миссар так с тобой мы будем собственно менее деликатны я на пиздят логей ну пофиг блять заключение было бы френдли фаера в этой игре я бы ходячую бомбу просто покидеть пока деки дал но у меня так часто мобы находятся с этими с этими короче на союзниках что это просто невозможного паралич сработал ты чё стал ты скелет я таких как ты еще в принце персии 2003 года убивал желчь трупа обязательно возьму обязательно желчь трупа взять вот прям очень нужно очень чем этом по зелим 68 должен охватить в принципе главное полутать лут в конце игры в последней финальной миссии тоже важно правильно мне еще вы киннинг проходить мало ли может там зелье желчи трупа появится еще бы нет надо еще и по всяким этим зайти по тупиковым правда херва значит здесь тупиковая вот эта комната тупиковая не такая уж тупиковая хотя нет все таки тупиковая ну смотрите эту стойки с доспехами лилиан открывай короткий криворукий лук клёпаный кожаный шлем кольчуга шлем солдата из драконьей кости между прочим серебряная чаша взять чашечный доспех мне не нужен клёпаный шлем так че-то не не так много всего-то тут и оказалось вовсе ну да ладно так там дальше сэндал будет ему продать можно улуд вопрос только зачем огненная стрела в архидемона огненными стрелами будут шмалять у сэндала кстати я так заметил это интересная особенность появляться в финальных частях собственно миссии и все в порядке неизвестно откуда короче типа какого хрена он там делает его второй части он тоже какого-то хрена делает на этом так мне туда и так пока хотят дверь дверь не настоящий вроде как всех собак перебили и сено подожгли джон сена ну да ладно да это ловушка конечно было для детей я все равно в нее попал все мы дети божьи потому что о сэндов мне про тебя рассказывает и что лет пиздил всех у тебя осталось что-нибудь отцовская на продажу вокруг вас сплошные трупы порождение тьмы что здесь случилось я понял он просто отпиздил всех короче а я не тот вариант ответа что ли выбрал осталось а чё осталось то всякая шляпа осталась для игры опять начала лагать просто жесть но посмотрите на нее она просто беспощадно шпату такая давай да это вот блин эпичненько конечно эпичненько чистая бумага обязательно столько чистой бумаги в игре мне пригодилось просто постоянно собираю любари так тупик главное порождение тьмы сука еще и успели ловушек понаставить в замке не просто оккупировали его так мне можно туда можно наверх а наверху сундуки как же без сундуков то блин медведя призвать не может медведь топ камень жизни 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 вообще конечно как-то лютая бомбежка у меня была на самом деле по поводу этого момента сдохтанами всего три раза всего лишь горлок вожак горлок вожак генлок вожак генлок и горлок ну короче смотрите что мы делаем ты идешь в контроль вот ты в общем то тоже идешь в контроль вот и ты даже не поверишь чувак но ты вот и ты тоже идешь в контроль вот и логейн конечно пойдет пиздить кого правильно законтроленных на иммунитет под тех что смотрите нет эффекта нет эффекта нет эффекта логейн умничка зачем пиздить кого-то внешнего правильно лучше того кто собственно так счет логейна пиздит давайте ты скастуешь вин эту штуку вот сюда и логейн будет доволен я уверен а шагин не хочет а вот оставала логейн смотрит в будущее а то только в итоге мою старушку идут пиздить когда он смотрит в будущее 3 вожака но полтора голды с одного и я деконцентрирован который я не вижу он видел кого первая заколдовал ну значит он первый выйдет бля в натуре логично только то что там у меня магов пиздит этот другое это типа насрать сохранение какое долгое было а это место оно создано типа чтобы я запутался да потому что у них у них выходит самое смешное что тут не могу типа через эту тумбочку пролезть тут же даже стены нету через стол перелезь до впереди на другую часть комнаты нет надо обходить через дверь бля сделали бы эти двери закрытыми но честное слово к чему они все тут генлок божик интересно с работы логинь мудак ёб твою мать отчет вас тут многовато ребят ну-ка фожек давай кому тебя так сработало а у ешек у меня не особо то большой выбор на самом деле поэтому придется на всю комнату хуярить так ну ладно я думаю с них хватит в принципе там один божик выжил теперь ждать пока это все кончится хотела нормально холубинный гриб блин вот самое логичное было бы на самом деле это аптечек накидать но они что-то решили что и это еще и более того эта комната крайне бесполезно кстати лилиана чё расскажешь про это место что-то известно об этом месте дэн и рим главный город фирал дэма ой как как мило что мы на экскурсию пришли блин эта комната крайне бесполезно и оказалось тут даже типа вообще ничего нету да вы просто посмотрите на карту на тоже 6 вол ни хрена себе там ловушечек генлок убийца ученик мол генерал и товарищ гириал разрешите доложить для так ладно давай-ка мы с генералом сегодня это блять а что это было товарищ генерал разрешите а я по нему не прокнула что генерала хуй пути не прокрыт а почему почему от нее не прокнула логей ну умничка умничка так мне немного маны высшие квалификации а паралич на тебя действует действует по хребту он мне конечно успел ударить но паралич тем не менее действует так а еще один раз подействует похоже подействовал убийца высшей квалификации стоял смотрел пока его избивают алмаз большая припарка ну-ка лилиана так а почему она ее не видит я не понимаю часть за прикол такой был что она не видела эту ложку то есть она ее как бы видела но при этом как бы нет она не подсвечивалась еще больше трапов не будет right ahead типа нет ну ладно сохранение игры минуты и пидор что ты скажешь если я просто съебусь от тебя пойдешь за мной нет не хочет идти за мной поки смотрим как это будет работать там просто сейф то есть на этот раз я не буду так огар да мой сладкий сахар метание ебать это идти бы хорошо и ой ой хер и сюда тут не ловушка за углом тебя не ждут еще четыре тела и медведь ой ой хер так с охером разобрались маг чё логейн ну ты красава конечно место только вернись за угол чтобы ну так красавчик красавчик на место вернись за угол нет не хочешь а еще огер интересно огеров то много здесь будет метание будет огер на самом деле если это все что страшно типа в этой комнате два огра то я должен сказать то что своим сейвом они слишком обстановку нагнетает потому что плену два огра это такое себе не так уж и страшно если вот так вот собственно с ними делать я не думаю на самом деле то что даже на максимальном уровне сложности типа враги были бы намного умнее не ходили бы вот так вот по одному еще эмиссар мы походу вдвоем остались со давай сравним наши собственно магические эти силы кто круче там все дела бля у меня манна кончилась эмиссар я брат доказать свою правоту ах ты сука вин лечи меня все эмиссар игра по правилам закончилась меня идет лечить мой маг нет вин вин спаси меня о вин спасла меня заебись от соси эмиссар ладно ладно ты тоже хорош для теперь меня лечить нельзя вин вин сделай сделать что страшно не дай мне умереть да это охренеть как нечестно ой не сработало ёптую мать и на меня что-нибудь сработает нет сработает пидор он даже после смерти меня достанет а чё а чё как здесь полить это говно ничем не диспелиться отстой вообще ладно будем считать что он бы меня победил на самом деле раз на раз глядут эти сундуки явно не просто так стоят лилиана дуза 7 теплый бальзам хорошо куча аптечек куча хилок да эти сундуки тут стоят явно не просто так и 17 монет но это чтобы я подкупить если орхи демона мог там звуки такие как будто дракон летает к чему бы это не подскажете так лилиане надо короче стрелы нацепить такие то покруче покруче вот урона сил природы дуза синг засин ну вуза синг ну синг знаешь слово такое синг это такая группа о маг какой-то бежит может даже я точно мой гейский нарядец архи демон тут короче ты раскидывает всех у него стрелами стреляют ему насрать он как отлетают вы что не знали то что стрелами дракона надо стрелять натянув тетиву и оперевшись на маленького мальчика тетива при этом должна быть от обычного лука при этом стрела должна быть не от обычного лука супер мега металлическая стальная тяжелая это только так драконы можно убить это же логично 3 in 3 in для страшно мне это же архи демон чтобы вы понимали попробуем я конечно 1 дрегину уже забил в этой игре до смерти паралич сработает на него вспомнил про аватара ну это в основном связанность как раз таки с тем что я и имел ввиду аватара бля че-то паралич не сработал на демона ребят нет вен бля он плюнул вин давай-ка отвернем его мой уже алистер давай отвернем дракона бля кушай 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 вас бля у него нету короче этих же алистер должен кушать самую большую ешь мне не жалко рой ну надо джекона конечно он еще спрашивает на кого же мне направить рой так а давайте как сделаем вот так вот а теперь вот так вот бей его дрегина мне сказали баллистами надо пользоваться финн иди воспользуйся баллисты я пойду другой воспользуюсь говорят помогает мало гейна пиздить а я ее надо как-то повернуть а ее в натуре и надо повернуть логейн живи братюнь вин молодчинка какая поворачивает баллисты и при этом хилит логейна а чё ты давай ему вот эту вот штуку кинем так баллиста повернулась он же взлет он взлетает это не круто так стоять на местах холл позишен это кто такой пришел к нам и лилиана это кто ты чё тут встал и дракон туда охерел что ли иди сюда это эрл и амон очевидно она дамажит вокруг себя для дракон три хин меня подставляет вообще ли то сук ппц так ладно вин иди крути баллисту как бы это сделать крути в него баллисту лилиана иди крутит вам для другой баллисты нету так ты иди его ногами пошли крутить по листу я не думал что он будет блин по всей этой области летать а я сейчас только поверну на него баллисты он тут же короче вот иди крути вот эту баллисту короче я знаю он киданет нас дригин лови ослабление но устойчивость до кого ты кого ты лечишь устойчивость так винты должна была уже покрутануть баллисту жми баллисту бам нах ебать я прям увижу как в миллион урона ему прошло кстати хп у него довольно быстро отнимается не слышно хорошо так лилиана молодец покрутила баллистер я покручу баллисты отчетом у вин с баллистой вол так можно такое бесконечно вину ты прям все теперь ты главное по баллистам лилиана просто стреляй в него я пойду тоже круто на баллистов ну так куда ты пошел сук ладно я похилю короче пати немножко на следующую пошел ну пошли и хули делать о маг пришел первый чародей ирвинг как неприятно короче пошли все его пиздить а я пойду крутим подмет вин я вин хиль всех и иди крути баллисту а логейн иди естественно пизде и медведь почему до сих пор не было в бою медведя как что как ты могла лилиана как ты могла не вызвать медведя лолом и даже к нему пройти не можем ёптую мать какой отстой он там короче засел и это окей вин залезь наверх бля тут короче надо просто выживать против него я так понимаю и убивать всех его этих логейн давай хоть потанку и их я не знаю это я я сделаю за 7 вот так вот мама о да к не дрищи на те паралич гидр так а давайте мы будем как-то вы разрозненно стоять что ли лилиана можешь и сама между прочим пить глазки я типа не против я думаю это баллиста в него не попадет союзников призывая то не я сейчас союзники ну ладно давайте эльфы туду ду пупу 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 тут на самом деле вот эти вот мобы они мега легкие с исключением некоторых типов на которых я паралич повешу все равно будут блин лилиане больно лилиана давай как-нибудь сделаем за сим тоже ты ты хеллиан ты ну их с авто атаки типа можно крохоть а где мои эльфы которых я призвал вот что ли эльф лучник у меня полтинник их должно быть сказать что это все я крайне огорчен и медведь еще опять лилиану пиздит ну ладно пусть это по крайней мере не непредсказуемо а вот то что он пиздит лилиану непредсказуемо почему лилиана живи медведь защищай свою хозяйку молодец бля эльфы все скучковались вам же один фаербол вам всем хана просто так лилиана меня слушаться перестал еще издеваешься что а может все таки надо дракона дамажить как считаете давай ты будешь дракона дамажить мы тебя по хилим если чем но и ты не простой одно ты круто так враги пошли такие сильные да я смотрю тронь лилиану прось так чтобы еще сделать то но он архи демона хуярят она его короче забьет 1 до смерти своими стрелами типа хиль а ты чё ты его атакуй архи демон слакает короче для вина ты можешь атаковать отсюда архи демона так чисто авто атакой может давать ты тоже тогда его херач как мы вот и я тоже отпишем так все сейчас куда-то сядет так вин главное пока по баллистам подошла к баллисте я похилю пожалуй куда он сядет куда сядешь куда есть сам сядешь куда мать посадишь ну ты и пидор вообще не неудобно нифига пошли эльфы эльфы козлы блин ломай ему короче член у него хп осталось бы чуть-чуть просто все пизданем его я думаю то что тут уже нет не принципиально на самом деле наху и верчу сейчас туда фаерболов вам от дракона то и не останется и следа чувствую я сейчас мне пизда настанет вот это вот что такое что я разрабы куча издевать что-то много врагов так ладно стало что поменьше первый череде ирвинг пока жив карлок вожак вожак это круто так ну-ка давай-ка массовый паралич затесалась тут к эльфам да я всегда за тобой такое замечал так а мне бы это мне бы жить как нибудь логин тебе бы тоже жить на самом деле о я жив массовый паралич и оптимать кто-то применяет вы чем магии хреновые вы совсем что ли везде его мамы отпиздили его так логин иди по трогай дракона потрогай дракона потом что почему не могу там можно было потрогать дракона или я должен это обязательно сделать а это где то баллес то было за драконом о ей а ты это массовый массовый массовое 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 я тоже я тоже масса я не буду массу я вон огонек кину типа это архидемон пол там все дела о там аж дракоши хоть как-то иначе придет 5 эмиссаров тебя бомбанет никаких 5 5 эмиссаров я не 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 аж последний удар то должен нанести и какого хера мой маг мечом пьет ваще чего чё что почему нахера мне логейн или он должен потом к нему там лечь поближе чтобы он ближайшего архидемон выбрал типа добить то я добила вот а вот душа всосаться должна в логейна еще это было такое порождение тему ну все архидемон от пижин логейн идеи ляг к нему поближе чтобы он типа чтобы случайно сдвинут панель быстрого доступа и может ее можно закрепить нормальная тема потому что я с моригом переспал то есть любом случае если с моригом переспи что все выжили в любом случае так это беспроигрышный вариант получается интересно если бы а если бы роман был с моригом она бы наверно даже не спрашивала просто типа не вытаскивай все в порядке а потом такая ой а во мне живет воплощение древнего бога и все такое без разрешения мой мобари мой мобари мой мобари хочу только одно по-прежнему служить короне не думаю что титул иссообразное ему состояние такойся чтобы круг магов даровали независимость этого никогда не будет я потому что инквизишен играл и уж во вторую часть жертва которую принесли серый страж не должна быть забыта мне больше ничего не нужно не знаю мне нужно обдумать жертва которую принесли серый страж не должна быть забыта особенно я алистер не спас он бежал как девочка как жалкая пусси у меня есть выбор я хочу найти морриган я наверно попутешествую хотя бы какое-то время порождение тьмы по-прежнему опасны серые стражи нуждаются во мне не там какой-то темный ритуал она должна была спросить по любому логеи на случай агага женщина и алистер на тот же случай а так душа архидемона ушла в ребенка ну я мог и не спать с моригом что же делать я хочу найти морига почему она смотрит прямо на меня в камеру не смотри в камеру женщину это не культурно как будто новости блин какие-то прогноз погоды фирал дэн сегодня облачно временами вы можете обнаружить бегущие в страхе порождение тьмы темная сделка достижения разблокирован nvidia geforce game ready driver клево и что на этом все типа давайте логейн как дела мне помогла мориган своей магии я ему не хочу ничего рассказывать отлично то есть тень котец архидемона но это как бы не особо архидемон но так и должно было быть возможно все просто изменилось соман если у меня не висит стены на кукурте и птики пт м м м м и к м м вызов заслуживаете худшего да все равно это никак не укнется в следующих собственно сериях пол для ляна переоделась шейла пока лерой тут у нас последние минуты диалогов остались собственно я не просто вышел бери выше не так шеях липа как ты думаешь а зачем тебе возвращаться на это уйдет немало времени тебе нужна помощь и я надеялся что мы останемся вместе на это уйдет немало времени здесь и другие вещи ради которых стоит существовать согласна так первый чародей ирвинг а и пилог а есть еще и пилог я просто не знаю я думал то что тут типа как в инквизище сейчас побазарю со всеми уйду в дверь и титры поведут и в конце главного злодея покажут типа такая морриган и соусом совокупляется или типа того мне была нужна твоя помощь пожалуйста первый чародей после восстания ульдреда так с лилианой в последнюю очередь побазарим я так думаю ты думаешь варны все-таки придут по твою душу хочешь оставить компанию скорее всего больше не увидимся пожалуй тебе все же будет лучше странствовать одному блин скорее всего мы больше не увидимся да скорее всего мы больше не увидимся да окей могу придумать тип тупа лучше я ж не один это сделал не думаю many герои даже не доволен что молодые имеют не только что я не нашла власть Евген оба меня обозраться как первая но я не желаю обратиться не после этого вместо я решила принимать положение ваше имела А как же твоя проблема? Это Анора попросила тебя остаться, а я надеялся, ты останешься со мной. Звучит интересно. А как же твоя проблема? Проблема. Стэн. Ахрен. Стражник. Надо было его брать, он тренировал бы стражей потом в дополнении. Хм. В смысле Зевран? А Вин тоже что ли в дополнении была? Или он чисто так ради пары диалогов бы встретился? Собираешься вернуться в Арзамар? Оптимистично звучит, даже на тебя не похоже. Рад, надеюсь вы будете счастливы. Ну, это он хватил. Не буду тебя отвлекать от такого важного дела. Ладно, береги себя, Грэн. Так, тут у нас чё, тут у нас Стэн. А это мой пёс вообще. У него раскраска должна быть кокаиновая такая, беленькая. Мне ничего плохого в том, чтобы испытывать немного гордости. Мне кажется, это не одно и то же. А Кунари устраивает праздники и шествия? Когда Кунари умеет развлекаться, это одна из нескольких случаев, когда Кунари умеют развлекаться. Вот это, наверное, зрелище. А ты вообще когда-нибудь улыбаешься? Вот это, наверное, зрелище. Кстати, что у него за броня такая? Это же не я ему давал. Прожженеть мы все еще представляет угрозу, а я только начал к тебе привыкать. Если хочешь, я могу пойти с тобой. Что? Зачем? Долгий же путь тебя ждет. Да. Это будет сложно, чтобы путешествовать alone. Это должно быть сказано. Ты нашел мою пёс и дал мне возможность воскресить мою увену. Я тебе огромное пёс. Ты мне тоже помог, все очень удачно сложилось. И я когда-нибудь о нем напомню, ты ничего мне не должен. Так, ну и с этой. Лилиана. Последняя. Господи, она принесла сюда шмы ползали. Как-то дерьмо зовут. Только это не пьеса. Получит ли герой свою прекрасную даму? Ты тоже должна взять лук вместе со мной? Ну-ка, даму. Ха, да. Да, он точно так и делает. Ты знаешь, я не могу помочь, но подумай о моей визе. Макер отправил меня, чтобы помочь тебе. И посмотрите, что ты сделал. Это чудо. Это действительно. Так что, если я слышала правильно, ты скоро уйдешься. И ты нужна комната для экстрого тела на твоей путешествии? Мьей, сам тебя хотел позвать, только если это будешь ты. Я хочу какое-то время путешествовать, ведь значит, в этом нет никакой нужды. Только если это будешь ты. Так, ну я так, че? А, кстати, с Анорой-то я и не поговорил. Но, кстати, блин, Инквизишн реально содрал полностью эту, короче, сцену там в финале. Здесь, вот с этой вот сцены. Нам повезло. Кстати, а где Эрт Лимон? Типа с ним мне не надо говорить, да? Судя по всему, нет. Ну, я так смотрю. Я пошел. Стражники, ходите со мной поговорить, я клевый. Да, готов, идем. У тебя шлем не под свет. После коронации Анора проявила себя опытной правительницей, была наложена торговля с другими землями, что быстро принесло налоги в королевскую казну, позволив Аноре отстроить заново столицу. Была воссоздана армия, были приняты законы, поощряющие землевладельцев, растить обильный урожай, и даже был заложен университет. А могли бы это, блин, и типа сами прочитать? Ну, в смысле, разрабы озвучить. Во-первых, кто это рассказывает? Во-вторых, блин, в Fallout такие же картинки. Я должен скипать как-то их? Escape, пробел. Или они сами будут проходить? Потому что я уже прочитал. Мышкой? А. Даже по прошествии лет Анора не хочет внять совет у Ферлденской знати и повторно выйти замуж. Хотя предполагаемый жених время от времени наведывается в Денерим из других стран. Королева считает, что они не достаются до ее планки, а планкой для нее служит никто иной, как отец. Вам бы к психиатру с такими проблемами. Так, это что у нас? Урна праха. Через несколько месяцев после победы над порождением тьмы в Ферлдену пошла молва, что урна священного праха найдена и что именно с ее помощью исцелили Эрла и Эмона. Сначала об этом поговорили робко, а потом заявили во всеуслышание, тем более, что владыке церкви не удалось опровергнуть слухи. Однако же, после того, как церковь сделала несколько попыток найти подтверждение этим слухам, было официально объявлено, что место упокоения не обнаружено. Если урна священного праха и находилась когда-то в этих развалинах, ее там больше нет. Кто-то спер, значит. После нескольких месяцев страданий круг магов был, наконец, очищен от духов, проникших через завесу. Одержимых больше не появлялось, и первый чародей Ирвинг объявил круг безопасным. Все, кого можно было спасти, были спасены. Когда из эльфинажа изгнали работорговцев, дела городских эльфов поначалу пошли на лад. Через несколько лет королева Анора была вынуждена жестокой рукой подавить эльфийский бунт, разгоревшийся из-за сокращения поставок продовольствия. Эти события помнились еще долго и ясно показали, что трения между людьми и эльфами еще далеко не исчезли. Шаня стала жить в эльфинаже честно и прямодушно, и, как всегда, вскоре ее избрали старостой. Искренность часто доставляет неприятности ей самой, зато идет на пользу ее соплеменникам. Эрл Эмон в конце концов вернулся в Рэдклиф, чтобы восстановить его в деревне, к тому времени уже кипела жизнь, и воспоминания о тех ужасных ночах, когда сюда явились нежесть, отходили в прошлое. Конора отправили обучаться в круги, и благодаря полученным раньше знаниям он прекрасно освоил магию и, легко пройдя истязания, стал полноправным магом. По настоянию отца, Конор в конце концов принял должность в Тейвентере, дабы заняться изучением тени. Удалейские эльфы в Десла после осады Дейнариф шли хорошо, за участие в битве они снискали немалое уважение. Впервые за много лет к бродячему народу в землях людей стали хорошо относиться. Новая хранительница Ланая стала уважаемой персоной как среди далийцев, так и при фералденском дворе. Она явила собой глаз разума, и к ней с тех пор часто обращались другие далийские кланы для разрешения споров с людьми. Еще на Меду Клево стоит. Со временем многие далийские кланы преобразовались в новые земли, перебрались в новые земли, предоставленные им на юге близ Астагара. Тем не менее, соседство с людьми оказалось небезоблачным, и лишь стараниями хранительницы Ланая удалось сохранить надежный мир в будущем. Король Ашзамара Белин быстро зарекомендовал себя реформатором, оказав поддержку купцам-наземникам и ослабив гнет кастовых ограничений. Неприкасаемым было разрешено владеть оружием для борьбы с порождением тьмы. Первый раз за многие поколения был отвоеван целый участок глубинных троп вместе с Тейгами. Однако же своими реформами Белин нажил себе немало врагов среди знаки, знаете, и в касте воинов. И после нескольких покушений на его жизнь совет был распущен. Теперь король правит единолично. Некоторые называют его тираном, другие — просветителем, который твердо решил за шкирку выволочь вопящий и легающийся Арзамар в новую эпоху. Церковь брата Беркела в Арзамаре обрела неожиданно много сторонников. Это вскоре вызвало недовольствие в более ортодоксальных кругах, и вскоре совет резко ограничил права антрастианцев. Брат Бекел сопротивлялся этому решению и во время мирного шествия в общинных залах был убит при попытке взять его под стражу. Совет объявил эту смерть несчастным случаем, однако в вести о случившихся позднее беспорядках достигли церкви наверху уже поговаривают о том, что Верховная Жрица обдумывает новый священный поход. Этот, который Грейс Дивайн Джастиния, что-то я сомневаюсь, чтобы она священный поход куда-то обдумывала бы. Или ее еще не выбрали к тому моменту. Гномка Дагна наконец завершила свое обучение в возрожденной башне Круга Мага. Вскоре она опубликовала подробную теорию о связи паров Лириума с магической подпиткой. Эта теория привлекла в себя большое внимание. Хотя наковальна пустоты была уничтожена, слухи ее местонахождений добрались до Арзамара. Через много лет, благодаря тому, что порождение тьмы были повершены наверху, несколько целеустремленных кузнецов сумели отыскать останки наковальни. Они обследовали останки наковальни, изучили их и, вернувшись со своими открытиями в Арзамар, убедили хранителей возродить опыты Каридина. Был создан новый голем, оживленный взятым из тени духом. Голем тотчас же взбесился и, прежде чем его уничтожили, убил нескольких летописцев. Опыты были запрещены ввиду их опасности, а все сведения о них надежно скрыты. Однако слух о существовании этих знаний все же распространился по Арзамару. И все настойчивые касты кузнецов требуют продолжить труды Каридина. Морриган, как и обещал, исчезла сразу после смерти Архидемона. Позднее ходили слухи, что женщину, похоже на нее, видели идущие в одиночку на запад через морозные горы и что она, вроде как, была беременна. После этого Морриган не было никаких известий со смертью или, по крайней мере, уходом в Флемет. Отыскать ее стало почти невозможно. Хотя нельзя не гадать, что стало с ребенком. Каковы были планы Морриган? Эти вопросы должны остаться без ответа. Пока. Прям пока. Алистер остался верен своему слову и не вернулся к Серым Стражам. В последний раз его видели, когда он перед осадой садился на Ривейнский корабль, чтобы уплыть из Дон Римма до начала осады. Мятеж против Аноры, случившийся годом спустя, устроили от его имени. Хотя позднее выяснилось, что Алистер в этом не замешан. Говорят, в одной из таверн Стархевена видели оборванного, вдрызг пьяного человека, утверждавшего, что он бывший Серый Страж и наследный принц. Но это просто слухи. Что до спутников героя, каждый из них пошел своим путем. Когда он наконец покинул Дон Рим, чтобы продолжить странство, Алилиан отправилась с ним, решив не расставаться со своим возлюбленным. Они продолжили свои приключения вместе, по крайней мере на время. В то время, как зараженные скверные земли исцелялись, а Серые Стражи понемногу восстанавливали свой орден в Амарнтайне, они скоро узнали, что война с порождением тьмы не закончена. Хотя со смертью Архидемона Арта рассыпалась и бежала, за дело взялись мелкие вожаки. Создав воинственные банды, они начали охотиться как на мирных жителей, так и друг на друга. Эти банды нанесли стране большой урон, а некоторые даже отправились на запад, в Орлей, либо глубинными тропами прошли под Сияющим морем. Уничтожить их оказалось весьма нелегко. Но эти истории еще предстоит рассказать. Наша история закончилась, когда Эйнг вонзил свой меч в голову Архидемона и навсегда его уничтожил. Впрочем, Ферлдену еще суждено было услышать о нем. Где? О нем? Байовер? О, какая хрень, которой в игре не было. Ну так-то дизайн, конечно, забавный. Высшее руководство, бла-бла-бла, тут титры, ой. И титры закончились. Фух, ну что ж, интересно, вот только 47 часов. Ну, считайте, 48 часов. 48. На самом деле, это не намного меньше, чем второй Dragon Age. Не намного больше, то есть, чем второй Dragon Age. Dragon Age 2 где-то часов за 40 полностью проходится. Так что, да. Что странно, потому что здесь, блин, куча локаций, куча всего, а там, ну там, там пещеры есть, копипастовые. сохранение после кампании пилок, автосохранение форт, крыша. Так, ну-ка, надо, надо сейв сделать. Специально, уже после, типа, болтовни этой. Я же тут еще с зевра нам не говорил, да. Окей. Ну что ж, вот и пройден, собственно, Dragon Age Origins. Это... Шейлот норм? Шейлот. Хорошо, что ты норм. Да, действительно. Вот то ли ты спокойно, отдохнувши, выглядишь, прям, прям, прям хорошо. Супер все. Молодец. Что ж, на этом, собственно, да, Dragon Age Origins заканчивается, но у нас есть еще и Dragon Age Awakening, который я начну проходить, наверное, завтра, после фира. Вот она.